Всем привет-привет! Всех рада приветствовать у себя на канале. Я пошла платить по счетам и прогуляться по магазинам. Мне надо зайти в магазин все для рукоделия и побаловать немножечко тебя, чем-нибудь интересное. У нас уже листочки все зелтеют, краснеют. Сегодня 12 сентября. На улице великолепно, тепло, солнышко, небо чистое. Хоть может нас осень порадует своей красотой и теплом. Желтый клён. Сейчас пойдем в магазин зайдем. Прибежала домой, купила пуговицы для рубашечки полом. Вот такие вот в виде мечей. Еще купила просто для украшения куда-нибудь пригодятся такая машина. Вот такие машины. Вот такие еще пуговицы тоже зелененькие из белого. И вот такие штучки еще купила. Вот. Как вы думаете, вот такие пуговицы подойдут? Хорошо смотрятся на этой рубашечке? Давайте вот это я уберу. Или вот такие пуговицы пришить? Серенькие перламутрия трехугольничка. И еще у меня из старых запасов есть вот такие простые пуговицы. А теперь не знаю, что мне делать, какие пуговицы больше сюда подходят. Скажу я, из какой пряжи я вяжу эту рубашечку полом. Вяжу я ее из трех цветов. А пряжа у меня кроха белый. Светлые сумерки. И пряжа секционный цвет. Это пряжа, состав пряжи 20% шерсть и 80% акрил. 50 граммов, 135 метров. Производитель нам рекомендует использовать при работе с такой пряжей спицы номер троечка или пятерочка. Я начала эту вязать рубашечку полу спицами 3,75. Потому что если пятерочка, то очень рыхло получается. Вот такая рубашечка пола. Когда свяжу, я вам ее покажу, как она получается. Еще я в этом же магазине купила вот такие спицы от Вернар. Прямые спицы. Сколько у нее длина, ничего не написано. Ну, наверное, 20 сантиметров. На три с половиной. Размер три с половиной миллиметров. Такие вроде бы не острые, нормальные. Также купила для своих внуков вязать носочки, шерсть для носков. Я уже с такой пряжей работала. Такая тепленькая, нормальная пряжа. Состав этой пряжи 80% шерсти, 20% акрил. В 100 граммах 200 метров. Написана овечка. Ой, нарисована овечка. Прямо так написано. Шерсть для носков. Она тоже продается разных цветов. Есть и белая, есть и коричневая, есть и серенькая. Я взяла в этот раз черную. Две пары носочков, я думаю, что будет достаточно. Но мало будет, еще купим. Вот. И еще я зашла сама себя побаловать в магазина. Это вот такой роликовый антипреспирант. Как он называется? Название не знаю. Как называется? Приятненьким хроматом. Потом я еще купила вот такой вот тоник для лица. Продавец сказал, что хвалят все. Я таким не пользовалась еще. Вообще первый раз такую фирму увидела у нас здесь в городе. Кто, если пользовался, скажите, как отзывы у вас о нем. Я первый раз попробую отзыва. Такой тоже неженький аромат. Попользуемся. Попользуемся. Потом расскажу. Вот. И я вообще еще хотела купить. Здесь у нас на разлив. Довести, наверное, на разлив продают парфюмерию. Я побежала, чтобы мне купить тоже еще духи на разлив. Но такими, как я пользуюсь, их не оказалось на разлив. И мне продавец посоветовал то же самое, только вот такие вот императрицы. Вот такие мои покупочки. И еще я купила вот такую маленькую куколку. Принцесску такую. Я ее подарю маленькой моей племяннице. У нее здесь туфельки снимаются. Платьишко расстегивается. Можно всякие прически делать. Вот такие вот мои сегодня покупочки. Всем говорю пока-пока. Что будет интересно, обязательно покажу. Решила я напечь вот такие творожные, как их называют, сырнички. Я их называю творожные шайбочки. Делаются они очень легко. А вкусные... Вообще вкуснота. Так, как я делаю их? Вот творог домашний. Сюда, значит, в творог домашний я добавила сахар по желанию. Немножко ванилину, так как я его люблю. Одно яйцо и грамм 70 муки на 500 грамм творога я взяла. И вот такие вот делаю шайбочки. Просто беру ложкой. Снимаю. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот так беру ложкой творога. И вот так кролючком шайбочкой катаю. Придавливаю ложкой. Обваливаю муке. Вот так раз. Муке и шайбочкой. И обжариваю на растительном масле с двух сторон. Минуточки по три с каждой стороны. И вот так вот обжариваю. И вот так вот обжариваю. Ведь уже пора снимать. Видите, ты его не хочу. Вот так. Вот такая гора большая моих шайбочек получилась. Они мягкие, вкусные. Я сажусь чай пить. Удаю их со сгущенкой. Сейчас покажу, какие они внутри получаются. Пышненькие, вкусненькие. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok